всем привет уважаемые подписчики с вами армак сегодня одну из старых партий тоже будем пересматривать когда я учился играть наш соперник тоник 69 играем судя по всему какой-то м2 хотя хотя у нас 160 процентов на что-то играю но карта вроде как маленькая неужели моем 200 шаблон на 160 процентов играем как то мягко говоря нестандартно ну да ладно будем разбираться что это за шаблон сразу же консерватория не кроман приходит хороший видами на играли мы данную партию 24 февраля 2015 года вот начиная с этой партии мы с вами уже переходим на третий год когда я играл в онлайне начинался да и партия была у нас получается 22 22 я начал ее записывать играем за inferno и вы знаете ребят это скорее всего баланс m200 который мы умудрились играть на 160 процентов очень похоже на это честно говоря с данным соперником я тоже по моему играл не одну партию а несколько так что успеете в общем то сравнить и мой уровень по отношению к нему и его уровень по отношению к моему и заметьте не стал даже шахту захватывать то есть уже немножко начал в 2015 году соображать судя по всему что это же могут сделать другие герои не обязательно очки перемещения главного героя тратить на то чтобы прям захватывать все что нужно его тут судя по всему сразу же идет слив не рассчитал свои силы неправильно сам бой проводил и казалось бы вроде появились зародыши до того что нормально игра может пойдет вторая консерватория кстати но нет не тут то было повторно выкупается видамина есть теперь более спокойное развитие пойдет но здесь уже считай поражение наверно будет хотя смотрите деревне это не родная и еще одна деревня не понял похоже даже на какой-то джебус только его какой-то крошечный вариант две деревни на респе центральная зона песочная ну и четыре зоны типа по бокам ну не знаю ну что по городам мы вышли вперед но только толку от этого мы много армии слили мы не можем нормально с вами проводить бои захватывать какие-то шахты толковые что-то в этом роде передаем шлем и что поедем пробивать эту же охрану только уже судя по всему попытка номер два что теперь поедет вертиш да мы лезем в центр типа темпуем судя по всему и идем захватывать центр за второй заход типа строится гильдия магов надо попытаться выйти все-таки в икритов золото пока вроде и ресурсов ну более-менее хватает рынке начинают строить по городам выходим вперед вот еще один город можно захватить уже оплот и теперь центр полностью да это похоже на джек потому что я вижу даже две шахты с золотом в наличии так что да очень похоже на это очень даже похоже вот собственно и фрита успеваем поставить так что может шанс это еще есть у нас может такое быть или нет после слива то тут больше от соперника будет это зависеть чем от нас вообще надо проверить свои консерватории свой улик все это дело тоже стараться как-то забирать по возможности соперник тоже должен видеть что я уже бегаю в центре потому что мы к самым разным проходом подходили но видите выход в центр на первой неделе это слишком жестко конечно но это какая-то миниатюрная версия джебуса как такового нам по-своему даже повезло стоп у нас багнутый проход из-за шахты появился и я по сути пробил охрану шахты да для того чтобы выйти в центр а с кочевниками я воевал за собственно уже одну из шахт в центре ну и кстати есть шанс того что опять сольемся очень даже может быть вроде куда бедно выкручиваемся но опять же под слива армия очень сильно идет все для прироста золото сделал чтобы побыстрее можно было скупиться в нужный момент отстраиваем еще и блин ну в центре строить города это конечно как-то чересчур соперник любой момент может выскочить и вы ему сделаете такой подарок дома еще кстати ящик пандоры там оковы войны есть соперник банально не может рано выйти в центр только лишь по той причине что у него нормальная стоит г.о. охрана до в центр главная охрана а у нас охрана шахты и благодаря этому мы раньше в центр попали мощь армии показывает большего соперника она и понятно мы один раз полностью слились один раз под слились очень так неплохо и начинается вторая неделя но и фриты хотя бы поставили на первой неделе уже как бы какой-то плюсик ударная мощь начинает потихонечку расти шахты тоже надо по захватывать потому что еще и гильдию магов надо будет строить демонением конечно на этой карте особо не позанимаешься ну мало объектов мало охран ну и даже со скупкой и крита у меня мощь армии все равно слабее на болотной зоне вверху мы обнаружили тоже с вами еще одну консерваторию и как не поглядывая все мощи больше там больше надо отстраивать несколько городов наверное как раз именно инферно а не а плот чтобы за счет огромного прироста именно и фритов тогда уже финал очки пытаться тащить ящик пандоры побоялся брать хотя с султанами и фритами можно было бы быстро врезаться в нужный момент вы даже с учетом золотой шахты все равно прирост видите по золоту довольно слабенький у нас идет по крайней мере пока вот начинаю строить еще всяческие префектуры чтобы побыстрее можно было выкупиться побольше таверн максимально возможные у нас отстройки соперник бегает с магами он играет за башню пока у него не видно на не видно гигантов это хорошо отстроить их сложновато хотя на кон может и поставил просто не успел еще выкупить но будем надеяться что даже с учетом слива у нас будут шансы на то чтобы затащить в данной партии но опять же мы с ним новички я не знаю мы играли по правилам портала herois world или нет если по правилам то ну пробивать охрану шахты выходить в центр нельзя надо в любом случае искать охрану серьезную которая именно охраняет в центр вот моем варианте это выход по бездороге есть через мантико вот их надо было бы пробивать а так конечно мы получаем очень серьезную прибавку за счет багнутого прохода по темпу совершенно другая ситуация получается так захватывается еще одна шахта и судя по всему золотую шахту еще одно идем бить все нам золото мало все стараемся добыть его как можно больше идем бить улучшенных эльфов вот это уже кстати серьезная такая охрана мы в ней под сливаем армию конечно плюс еще одна золотая шахта и очень непоследовательно беру объекты много беготни вперед-назад получается кстати а там случайно соперник не выходит да вот он они но он пока не выходит но бегает скажем так рядом с охраной решил наменять побольше золота а типа форт хочу поставить но это очень дорого форт крайне дорогой лучше решил вложиться в цитадельку мощь армии все еще у него больше вот так то видите я строю кучу замков и при этом мощь армии у меня все равно слабее чем у него что я не пытаюсь сделать а все без толку ухты у меня уже дэвил и на третьей неделе ничего себе серьезно это конечно прибавка то что надо ударной мощи еще бы улучшить эфритов вот на эфритах и дэвилах можно было бы без потерь многие объекты на карте ломать так и мы едем брать улик посмотрим какая его будет величина без аджора его брать нельзя надо единичек не наделал из-за этого и под слив армии будет поболее чем в принципе мог бы быть лечение не стал накидывать а вот камни кожу накинул и слил дэвила да ай ну вас и и фритов слил и дэвила слил ужаснейшие взятия ну я понимаю что конечно максимальный улик но в целом можно было гораздо более аккуратно его взять да все еще продолжаются партия на тяпляп что в одном из городов тоже опять отстраиваются у короче я целых три города начинают строить потихоньку если свой первоначальный уже отстроен там только улучшениями надо заниматься то по остальным продолжаются их отстройки но опять же соперник то может выйти в любой момент и опять смотрите я опять дэвила сливая ящик пандоры оказался на опыт причем небольшой докупил тактику волшебство тоже решил докупить сразу хотя магии то толковой нет вот тут еще одна гильдию поставил чтобы какие-то заклинания дополнительные себе получить зачем я в цитадели правда строил гильдию я вообще не знаю то есть судя по всему шиковал и не знал куда деть ресурсы и золото имеющиеся ну и приросты по золоту большие стараюсь делать вот вам и опять возврат к игре через экономику то есть сколько пытаюсь до себя от этого отучить и все равно к этому возвращаются определенные моменты на консерватории пока что не иду откладываю на потом как можно на более длительный срок тоже не есть хорошо сундучки все беру на опыт оружие оружие покупается стрельба тоже покупается и наконец-то мощь армии показывает у нас уже больше хотя он возможно просто свою армию оставил внутри замка а если она внутри замка не снаружи то в этом случае она не учитывается таким образом соперник может вводить вас в заблуждение прям во время игры особенно если знает что вы через таверну пытаетесь отслеживать то что происходит с его стороны и вот опять видите мощь армия у него больше у него уже есть джины грейжен и а вот то о чем я говорил либо спрятал армию либо сейчас доскупился и просто обогнал опять ну и по статам он ушел не очень сильно вперед если так в целом взять спрятал дэвилов и без дэвилов побежал или без эфритов ну в общем решил брать не всю армию почему а я понял эфритов оставил чтобы их улучшить он идет до скупка армии сейчас с этой уже доступной армии мы полезем наконец-то брать консерваторию вот оно как ну желательно при взятии этой консерватории сейчас не слить дэвилов и эфритов в который раз а то размен будет очень неоднозначный экспертное замедление консерватория двоечка но ее должны взять в принципе с небольшими потерями скажем так он не ай слил виверну зачем даже 2 виверны слил ужас просто ужас но зато не трение тоже пошло сейчас поедем брать еще одну консерваторию и у него мощь армии а нет у нас уже больше обогнали да за счет ангелов и за счет до скупки на этой неделе ну ладно еще и рашки скупился вместо того чтобы это золото использовать для того чтобы нормально скупать армию мы начинаем ерундой страдать вот зачем мне раскачивать так уж серьезно рашку объясните мне причем бегают до сих пор там двумя героями какими-то при этом идет четвертая неделя очень много объектов еще вообще не взято да за четыре недели тут можно было взять все что угодно даже не за четыре за пару недель по цепочкам все можно было подбивать либо же даже за одну неделю но самое основное а и не стал накидывать экспертное замедление вот эта ошибка была вот теперь сольются виверны и все остальное из-за джора нет замедления но в разы было получше надо было именно так делать ну а консерватория троечкой то есть за взятие данной консерватории именно трех ангелов сможем добавить если этих не сольем еще две виверны потеряны все вот теперь мощь армии стала еще более серьезной и едем в центр захватывать еще одну золотую шахту судя по всему ну теперь то прирост по золоту за каждый ход конечно колоссальный капает судя по всему к чему стремились того и достигли но мое мнение ничего этого бы не было если бы не было багнутого прохода в центр не все так было однозначно тем более мы сливались так что этот багнутый проход по сути перевернул всю игру в нашу пользу и к большому сожалению нашему сопернику едем захватывать еще одну золотую шахту на карте так отстраиваются и фриты в центральном городе тоже их надо будет на улучшение отвезти домой теперь эльфийский город даже оба эльфийские города которые у нас есть тоже начинают отстраиваться по сути даже деревни которые у нас были они превратились в города полноценные а так тут мы даже два без золотые шахты будем брать бегаем конечно со штрафом жутким по песку но по статам вы посмотрите он даже в каких-то моментах и превосходит в целом не особо далеко ушел казалось да что можно сделать сидя на одной территории может у него тоже был багнутый проход но только у меня в центр а у него на одну из соседних зон и он там типа смог набить себе статов побольше что тоже вполне может быть и все по сути больше делать нам нечего будем ждать пока соперник выйдет но так игра может затянуться и на второй на третий месяц если так долго ждать но по сути второй месяц он вот-вот начнется на следующий день опять же настраиваем побольше всего но в целом не похоже что у соперника есть багнутый проход на одной из соседних зон потому что по городам он проигрывает если бы он вышел на одну из соседних зон то у него вполне могло быть уже 6 городов потому что в каждой зоне по 3 города а мы вышли в центр а в центре не 3 а 2 города то есть он максимум 5 мы можем иметь и пробиваются не про тряпки то есть пытаемся находить хоть какие-то охраны где можно было бы повоевать но их остается все меньше теперь домой поедем отбивать наверное за циклопами курточку на плюс один ко всем статам магическую ой-ой-ой вы посмотрите еще и разгон в центре делаем то есть если соперник выйдет он еще и нашего главного героя может там прибить а по закону подлости он может выйти именно в этот момент ну то есть это колоссальная ошибка сейчас была сделана понятно что по цепочке поехал там кое-чего по отбивать но нет не надо преследовать все правильно пошел еще золото отбивать ну по крайней мере мы впервые увидели как тут заработала цепочка не для подвоза армия для того чтобы в тот же ход повоевать в одной зоне и перекинуть армию и повоевать в другой такое можно увидеть не часто в нашем исполнении того времени так ну все больше начинаем отстраивать еще один замок оплот хорошо хоть он дальний чтобы сопернику посложнее было все может дойти до того что в итоге в центральные города в один можно будет посадить рашку во второй можно будет посадить видами ну и просто скупать армию для того чтобы они могли дать максимальный отпор для хотя в принципе то зачем можно в одном не ну в принципе на всякий случай да надо все равно что барашка сидел в отдаленном городе а в приближенном чтобы сидела вегамина ну вообще при экспертном замедлении конечно охрана соперника в центр она пробивается довольно легко и ну если бы было понимание того как это делается и умение рассчитывать свои силы думаю можно было бы уже пробить охрану соперника и пойти к нему домой скажем так но армии намешано очень много у нас очень низкая морали не вот из-за низкой морали у нас получаются серьезные проблемы больше сотни котов там надо бить нужно ли мне сейчас рисковать чтобы она такие серьезные охраны прийти я не уверен мягко говоря не уверен и разгоняюсь то есть все таки насчет разгона что-то начал понимать да очень похоже на то ну что дни идут второй месяц тоже длится соперника все как не было в центре так и нет как он собирается превзойти по мощи армии сидя на одной территории я не знаю но видимо все еще не хватает сил для того чтобы попытаться пробить охрану центр ну и непонятно пробил бы я своих монтикор и на каком этапе я бы смог это сделать случае чего такая пустая беготня начинается то о чем я и говорил что наступает этап на котором можно просто сидеть внутри замка и постоянно делать подвозы армии а с учетом того что мы еще играем красным цветом то мы на каждой неделе можем успеть сделать прирост подвести точнее прирост армии а только после этого уже сопернику придется как-то эту армию отбивать с нашей стороны а вот и он смотрите он подобрался бего возможно есть смысл скупиться в этом оплоте чтобы армия не досталось и ему более золото вроде довольно много как раз концовка недели что он должен понимать что там какой-то прирост может для него интересной остаться в случае чего но он может принципе и слиться на той охране что тоже вполне могло бы быть и что я решил не брать с собой богов серьезно у меня же около сотни магогов может быть надо добавлять магогов которые в замке я бы скелетов наверное да вот скелетом надо убирать а магогов надо добавить из замка срочно и забыл да судя по всему забыл что мы разгоняемся я без армии подставляясь чтобы если соперник выйдет он мог разбить мою армию отдельно главного героя отдельно ой ну бас ой ну вас мы просто нет слов ну как так но соперник не выходит он увидел нас в центре не стал выходить это в общем то большое достижение для нас скажем так я остановлюсь под его охрану и судя по всему пойду пробивать его голову вот сейчас решаем какую армию брать какую не брать но магогов надо брать 126 магогов да ладно но нам стрелки нужны вот виверн можно не брать от виверн надо отказаться они не нужны а магога взять короче вообще нет никакого понимания я не знаю что этот человек творит какая-то полнейшая ересь ну хотя бы экспертное замедление накинул молодец какой-то плюс и ну это что не взял скелетов это тоже плюс но дополнительный стек как по мне все-таки тут был нужен камни кожи вместо щита зачем щит снижает на 30 процентов урон в ближнем бою а камни кожи она немножечко повышает защиту все вот что значит не знать механику игры да и увидим или не увидим мы с вами то что мы с вами магогов возьмем решаю какую сторону пойти но тут чисто на угадывание угадаешь или не угадаешь какую сторону пойти по-другому не получится оковы войны убиваем одного из его героев вот он со своей основной армией ловит видите наших магогов а ведь они могли нам финальном бою помочь и очень даже может быть что мы по тупости можем слить партию стрелков он накопил очень много и перевес по стрелкам у него будет колоссальный вот так вот как делаю я никогда не делайте потому что ну зачем подставлять вот так вот армия на ровном месте просто отдается армия отдается для его прокачки он выбегает в центр он начинает по очереди смотрите отжимать один город за другим действуя красиво а все почему потому что абсолютно непродуманные действия лучше бы и виверн потерял магогов то можно увеличивать это родные войска по приросту а виверн нет и при этом с вивернами до сих пор таскаюсь в разные стороны надеюсь что хотя бы вы посмотрите на все это дело и не станете со своей стороны заниматься такой ерундой и тут опять же ошибка выбежал на открытую местность вместо того чтобы с этой армии сидеть внутри замка чтобы сопернику было сложнее взять замок я оставил внутри единички выехал и теперь сопернику будет проще убивать эту армию какова была логика этого действия я не знаю вот о чем я говорил оставил свободную армию соперник скупился в оплоте а помните как я этот оплот отстраивал теперь оплот дает ему дополнительные войска если уж вы где-то строите в какой-то зоне какой-то замок который со своей стороны находится в непосредственной близости и уязвимости сопернику то по крайней мере успевайте его выкупать и оставляйте какую-то защиту подарили уже два замка сопернику отстроены и тут уже может с каждым ходом идти перевес в его сторону все сильнее и сильнее вот смотрите как он выбежал и начал меня наказывать данная партия это из разряда как можно обладать тотальным перевесом а потом все это дело просрать в один миг по сути передаем немножко эльфов идем отжимать еще один замок центральный у соперник находится у нас дома в принципе оттуда выхода нет пытаясь выменять побольше ресурсов и получше скупиться чтобы а вот как раз рашку выкупил рашка у нас в принципе раскачан так что хоть какая-то защита теперь появится у этого города что я делаю я армию отдаю на рашку и именно рашкой судя по всему хочу сделать финальный бой ну рашка очень слаб то есть перевес по армии есть но по магии нету нет все таки решаю что еще и не всю армию начал вот что значит началась беготня уже в принципе рашка и не достает и вы посмотрите и я армию на открытой местности подставляю сопернику на ложке ну бас все это gg если соперник сейчас поймет как я тупанул а он пошел даже другим путем он пошел убивать мою армию где сидит видами надо или нет убив видами но он лишит меня главного героя если это она хотя видамина вроде была в другом замке то есть есть шанс что не все так плохо да видамина он вроде пока не тронул но бегает он очень далеко то есть судя по всему он прокачал логистику мне крайне сложно за ним теперь успевать он сидит внутри замка но нужно ловить момент чтобы как раз организовать финальный бой и тут уже либо я выиграю либо он потому что это беготня может продолжаться очень долго на такой маленькой карте столько рубиться чересчур надо оковы войны снять чтобы нам можно было откупиться потому что внутри замка он все равно не сможет сбежать наконец-то ребят под конец игры когда могу гавни осталось я решил вместо виверн брать именно магогов просто аплодисменты я не знаю ну что атакуем все таки его внутри замка финальный бой посмотрим что из этого получится но эксперт замедление все равно надо я думаю либо камни кожу ну здесь хотя бы у соперника есть стрелков много поэтому какой-то смысл в этом все-таки прослеживается надо было сначала выйти ца я думаю они подставляться на прямую стрельбу и не подставлять всю армию под бой сопернику теперь он может снять ответку навалиться всеми стеками если уж сильно хотя там еще и берсерк накинул расставляться надо было так чтобы два стека стрелков ему блокировать сразу радует что хотя бы у него нет титанов но проведение боя просто на ужаснейшем уровне с нашей стороны хуже просто не придумаешь может вы конечно сейчас при просмотре получаете огромное удовольствие от того прежде всего что здесь какие-то серьезные зарубы получаются по моей же тупости по сути то я просматривая насколько ужасно проводится сам финальный бой с моей стороны конечно наоборот и тут еще смотрите разблокировал два стека стрелков таким образом он сможет с прямой стрелы расстреливать вот посмотрите что у ангелов уже практически не осталось и фриты тоже очень быстро уйдут и он получает тотальный перевес нельзя играя против башни давать возможность стрелять с прямой стрелы имеющимся стрелкам с его стороны по сути стрелки это основная ударная мощь с его стороны посмотрите он еще и цепную молнию накидывает в общем дела у нас идут очень плохо стрелков тоже осталось крайне мало те войска которые я заслал вперед они теперь очень сильно начинают страдать если уж хотел в первом раунде врезаться то надо было одним стеком бить по гремлинам вторым стеком бить по архимагам от этого было бы больше толка так бы и наши стрелки подольше прожили в целом ну и плюс магии маны точнее много надо было со своей стороны хотя бы гильдию магов достроить там хотя бы даже до второго уровня чтобы нормальные были молнии они просто стрелочку накидывать вот посмотрите основные ударные войска я уже потерял стрелочка которая у нас есть вот она только изредка выстреливает и вы посмотрите и тут я начинаю лазить по преградам вместо того чтобы пытаться со своей стороны стрелочками там как-то пободаться ну и это гг поздравляем соперника с победой здесь должна быть чистейшая победа с нашей стороны но данная партия может рассматриваться как полнейшая тупость того как не надо играть по совокупности количество допущенных ошибок здесь было настолько критичным и настолько огромным что в ходе игры можно было наказывать за эти ошибки ну раз наверно эдак 8 если не больше вот так-то ребята очередная победа нашего соперника причем абсолютно заслуженная потому что каждая допущенная ошибка она здесь была чуть ли не критичной у меня на этом все всем пока до новых встреч удачи